Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коминбай. Сейчас мы устанавливаем дымоход для печи и конечно устанавливаем саму печь. Печь Нордзик итальянского производства Корелон Классик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть этот монтаж дымохода, будет красиво, надежно. Ну и заказчик одновременно ко мне обратился, Дмитрий, зайди пожалуйста в парилочку, посмотри, как сделана парилка и есть ли по ней вопросы. Я зашел, посмотрел и конечно вопросы есть. Во-первых, объект используются для коммерческого использования. Здесь постоянно будет печка под большой нагрузкой и сам дымоход будет испытывать конечно огромные нагрузки. Что сделано первое? Во-первых, ко мне закидали очень много. Печка стоит здесь в Везуви 16, по-моему легенд, в чугунном исполнении, не по-моему, а 16 легенд. И выносная топка у нее идет, так это коммерческое использование, на улицу. Это удобно, это комфортно, грязи никакой нету, клиенты парятся, всем хорошо, заказчик может контролировать температуру в парилке. Но здесь одно но. Камнями все спрятали, то есть у нас сразу из печки выходит угол 90, то есть языки пламени сразу давят на угол. Это очень сильная нагрузка, так делать нельзя. Я переделаю это, подниму полметровый участок и чтобы не было излучения лишнего инфокрасного от металла, поставим сетку и через сетку выведем наружу. Но это уже потом. Заказчик уже согласился. Камни лишние мы уберем, потому что вода шипит и не доходит. То есть внутри, пока вода доходит до низу, она практически вся испаряется. Поэтому очень много камней это не говорит о том, что хорошо. Но это полбеды, с этим можно еще бороться. Ну, угол вышел из строя, вы поменяли. Ошибки, которые совершены дальше, вот с ними уже ни в коем случае жизнь нельзя. Надо переделывать. Поэтому, соответственно, здесь участок трубы идет под замену. Поднимемся мы вверх и уйдем в угол 90 градусов в семку. А теперь пошлите на улицу, покажу, какие там проблемы. Потому что проблемы там есть и они очень серьезные. А самое, что страшное, это пожароопасные. Так, и сейчас здесь сделан представной дымоход. Давайте я вам покажу, как это снаружи выглядит. Вот таким образом стоят балки, между балками прошли. Смотрим. Первое, что нельзя делать. Нельзя тройники ставить вот такие безопорные площадки. Они гуляют, никуда вы не денетесь. Сборник снимается, да, прочищается. Но при этом, когда они ставят эти монтажные площадки, давят на вот этот сегмент с внутренней стороны и также на колено, которое находится в парилке. Крепление стоит, потому что сейчас оно висит как сосиска. Это не есть хорошо. Я поднимусь на кровлю, покажу вам самую большую метру, которую здесь есть. Вот этот вот кровельный проход, который поставили, вернее не кровельный проход, а противопожарный узел. Он, во-первых, не доходит до конца. То есть там идет мягкая кровля, USB-панель и сантиметров 5 или 7 не доходит до конца. То есть в этом варианте противопожарный узел должен заходить за верх, за саму USB-панель. То есть пересекать плоскость кровли. Здесь этого нет. Помимо этого еще подвели кровлю вплотную к трубе. А это уже, кто знает, банщики, монтажники, монтажная организация. Чем горозит? Правильно? Волгоранием. Пошлите наверх, там тоже будет интересно. Сейчас я здесь выставляться не буду, потому что буду демонтировать трубу. Покажу вам, как уже сделали красавцы. Сейчас поднимаюсь наверх я. Так, сейчас она кровли. Труба, во-первых, вы видите, на низковатых. Ее надо приподнять. Вот эта даже, ну, грубо один метр, с учетом насадки верхней, вышла за кровлю. Неправильно. Надо немножко приподнять. Крыша 12 градусов, уклон. И ветер гуляет. Ну, мы это приподнимем, когда уже будем демонтировать. Смотрим по мастер-флэшу. Мастер-флэш красавцы. На обычные черные саморезы прикрепили. Нельзя. Ни в коем случае. Есть пресс-шайба. И пресс-шайба аккуратненько садится, кровельные саморезы. Если мы с пресс-шайбой возьмем, здесь на кровельном проходе, вот на этом, металлическая такая лента идет, иллюминивая. Она замечательно прижимает, кто не знает этого. Герметиком замазали. Ну, хорошо. Теперь, видите, герметика здесь никакого не лежит. Кровля плоская. Никакого кольца уплотнения здесь нет. Поэтому здесь будет стоять снег и будет засекать. Никуда вот этого не денется. Ну, самое страшное, еще раз повторяю, это USB-панель. Вот она у меня есть. Мне просто неудобно было подобраться. Я сейчас попробую ее оттянуть, чтобы вы увидели. Вот здесь вот напрямую стоит USB-панель. Почему ее не смогли вырезать? Вам объясняю. Потому что сюда кровельный проход ставится не такой. Сюда минимум ставится проход RS2. А максимум, если там уже пересрать, то ставится RS2B. Ну, на таких диаметрах RS2 замечательно стоит и замечательно можно поставить. А еще смотрите сюда. Что это такое? А я вам объясню, что это. Стык прямо внутри. Никаких саморезов, никаких заклепок, никаких стяжных хомутов здесь не использовалось. Они не ставят. Поэтому ни в коем случае. Никакого крепления внутри там нет. И труба, если я ее сейчас потяну просто вверх, я ее достану. Но этого я делать не буду. Я сделаю это, когда уже с материалами приеду в следующий раз. Сейчас я вам постараюсь оттянуть кровельный проход, показать, как плотную подвели к дереву. Смотрите. Сейчас вот я оттяну ее. Вот эту вот проложили в азальтовый картон. И видите, вот кровля, мягкая кровля уже. Вот она. Вот. Вплотную соприкасается. Может, там полсантиметра оставили зазор. Так ни в коем случае делать нельзя. Это загорается все, рано или поздно. Поэтому проверьте свои кровли. Если вам монтажники сделали таким вот образом, то переделывайте. А как делать? А как делать надо? Давайте я вам сейчас покажу, потому что мы ее здесь еще делаем. Подписывайтесь на мой канал, чтобы знать, как производится работа. Здесь 150 на 250 труба. Рез 2б. Кровельные саморезы поставили. И сейчас ставится бутилкавчиковая лента. Потому что мы не смогли дотянуться до вверх. Вот этот стык. Я сюда оставил стык. Да, стык обязательно под шов. Денис знает свое дело. Обязательно сюда герметик прикладывать. Потому что мы не смогли. Значально, когда я приехал на этот объект, я думал, весь металл с собой привез, что запущу его вот отсюда, вот с этого края. Здесь ветровую планку закрыли дополнительно бекростом. И нет возможности. Я не хочу расплавлять, потому что неизвестно, могу порвать. Поэтому вот таким вот образом делаем. Для того, чтобы не затекало. Все. Поэтому хотите знать, как делается правильный дымоход, подписывайтесь на мой канал. Будете знать. А вот это вот на переделку. Дымоход, который здесь используется в компании Feralife. Гребок. Ну, ладно, не буду говорить производителей ничего. Все. На этом я обзор заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. К этому объекту мы приступим где-то через неделю. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.